Друзья, приветствую! Я сегодня в Санкт-Петербурге и хочу с вами поговорить на тему финансового преуспевания и от кого и от чего это зависит. Вот очень часто идут комментарии, что да как можно финансово преуспеть в такой стране с таким правительством, с таким президентом, с такой школой, с такими родителями, с таким кем-то еще. Вот я выскажу свою позицию, наверное не все будут с ней согласны, но мое мнение такое, что с одной стороны, конечно, благосостояние больших масс людей в очень большой степени зависит от законов и от правительства. То есть, если мы говорим, рассуждаем о среднем доходе нашего населения, то действительно средний доход будет очень сильно определяться именно разными действиями и решениями, которые предпринимают наши власти. И в этом плане, когда мы говорим опять же о доходах широких масс людей, это будет действительно корректно сказать, что виноваты или наоборот достойно всяческих похвал правительству, власти и прочее. Но, когда мы говорим про каждого конкретного человека, про вас, про меня, про соседа Васю или кого-то еще, то здесь я уверен, что на 80%, даже больше, на 90% его финансовые результаты и финансовая жизнь зависят только от него самого. От его финансовых привычек, от его активности, то есть, насколько человек, во-первых, соблюдает правила и принципы финансовой грамотности, он откладывает регулярно часть дохода, он чуть-чуть сокращает свои расходы, он стремится не тратить все деньги сразу, а постепенно их копить, он стремится изучать принципы инвестирования, чтобы как можно меньше денег терять за счет того, чтобы потерять благо много где есть. И наоборот, как можно больше денег сберегать и заставлять их приумножаться. Это раз. А два, он проявляет активную позицию. То есть, активную это что значит? Он ищет пути к лучшей жизни. Не в финансовом плане, мы сейчас говорим про деньги. То есть, он не просто пассивный наблюдатель, что я буду, я трудоустроился на завод рабочем по какой-то специальности и всю жизнь там буду работать. К сожалению, это пассивная позиция, в которой очень тяжело финансово преуспеть. Нет, человек ищет способы, то есть, что я подразумеваю под активностью? Он постоянно мониторит там рынок труда, он ищет где можно устроиться на более лучшие условия, он ищет как можно повысить свою квалификацию, чтобы поднять свои доходы. Он проходит какие-нибудь там курсы, получает образование в сфере тех же инвестиций и финансовой грамотности. Благо, многое можно совершенно бесплатно найти на ютуб-каналах и в книгах, ну то есть, за очень небольшие деньги или вообще бесплатно. Он ищет возможности для подработки, он ищет какие-то иные варианты для того, чтобы увеличить свои доходы, создать там небольшой бизнес фоном с основной работой и так далее. И в этом плане результат вот человека активного, повторюсь, он совершенно все равно, что там происходит, ну не, нет, наверное, неправильно говорить, совершенно все равно, нет. И, конечно, вы мне на это скажете, а вот его мобилизуют, а потом мобилизуют, на войне покалечат или убьют и все, на смарку и вообще все то, что вы говорите, поэтому ерунда. Конечно, есть и, во-первых, доля случая, есть доля удачи, есть доля внешних обстоятельств, но 80% это усилие и результат конкретного человека действия. Поэтому, когда мы говорим про то, что я финансово там преуспеваю или финансово не преуспеваю, и в этом кто-то виноват, то повторюсь я за то, чтобы говорить, что на 80% в этом виноват или наоборот заслуживает похвала и наград человек, которого вы встречаете в зергале периодически. И это зависит именно от конкретного человека. То есть благосостояние и средние доходы нации и народа в целом и граждан страны, это, конечно, очень сильно зависит от государства, но по конкретному человеку это на 80% результат и заслуга его действий, либо без действий результат его. То, что он просто плывет по течению, как, к сожалению, большинство людей очень пассивные. То есть человек стремится к состоянию покоя, как ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит и пока не создадутся внешние обстоятельства, которые заставят шевелиться, то человек устраивает его уютное болотце, в котором он привык сидеть. Вот в этом плане активность решает. Поэтому, итого, резюмируя, что я за то, что на 80%, а то и больше, результаты наших и финансовое благосостояние зависит только от нас самих, но результаты страны в целом, широких масс, то есть, когда мы говорим про большое количество людей, тут, конечно, уже это в большей степени роль правительства. И, конечно, хорошо было бы и хотелось бы, чтобы внешние обстоятельства были прекрасные, чтобы у нас не было войн, было замечательное правительство, которое заботится о своих гражданах, чтобы люди вокруг были хорошие, чтобы в подъездах никто не гадил председатель правительства, там, в частности, конкретно под вашей дверью. Но приходится иметь дело с теми обстоятельствами, которые есть. Ну, можно пытаться их менять. Если вы готовы, то, пожалуйста, меняйте вперед, баллотируйтесь в президенты, осталось дел за малым, дождитесь вакансии вперед. Но, если вы понимаете, что, как бы, вы не готовы менять все вокруг, то меняйте хотя бы свою жизнь. Это уже неплохо. Ну, что ж, все, на этом завершаю. У нас сейчас загляну, вот там вот, это Гороховая улица. На Гороховой улице будет встреча нашего местного питерского клуба. Я сейчас туда загляну, потом у меня встречи с некоторыми проектами здесь, инвестиционными, туда я инвестирую. В общем, и вечером улетаю обратно в Москву. Все, всем хорошего дня, счастливо. Уважаемые друзья, я подготовил для вас интересную возможность поучиться. Это обучающий Telegram-робот. Это специальная программа, которая сделана в системе Telegram, надеюсь, что вы там есть, на которой размещено большое количество моих обучающих материалов, причем совершенно бесплатно. Они структурированы по разным тематикам, направлениям, и поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы изучить тему финансов, изучить тему инвестирования, причем самых разных направлений инвестирования, более глубоко, то подпишитесь на этого робота, поиграйте с ним, посмотрите разные материалы. Надеюсь, это будет вам полезно, интересно и ценно. Кроме того, если вы подпишетесь на робота, то вы будете получать от меня дополнительную информацию, анонсы, рассылки, какие-то дополнительные материалы. Поэтому ниже под видео будет ссылочка. Вам надо быть просто зарегистрированным в Telegram, пройти по ссылке, подписаться на робота и изучайте. Удачи, хорошего обучения.